Я с удовольствием передаю слово Ивану Романовичу Лученкову из СПБГУ. Мы сегодня уже говорили о российском участии в восстановлении и развитии сферы образования в Сирии, а сейчас переместимся в сферу археологии. Иван Романович, пожалуйста. Тема достаточно обширная, потому что я решил посетить мой доклад «Участие российских археологических экспедиции в исследовании Пальмиры». И, честно говоря, если мы сравниваем участие нашей страны с другими актерами, допустим, которые с французскими, британскими, американскими, швейцарскими, польскими и даже японскими, на первый взгляд кажется, что Российская Федерация, а до нее еще Российская империя, не так уж много сделал на этой ниве, но, однако, те открытия, и те открытия, и те изыскания, которые нашли наши, обнаружили, совершили наши специалисты, они достаточно важны, они достаточно важны, и стоит, опять же, достаточно подробно описать и рассказать, и расставить нужные приоритеты. Ну, и в целом, как таковых экспедиций в Пальмиро во времена Российской империи и, соответственно, в современной Российской Федерации было всего четыре. Первая экспедиция – это князя Семена Семеновича Абамилека Лазарева 1832 года, вторая экспедиция Русского археологического института 1900 года. В советский период археологических экспедиций на территорию Пальмиры, эти патчи на территории Сирии не проводились. По разным причинам я расскажу про одну похожую экспедицию, которая была в этом районе. Она была не археологическая, она была геологическая, но она, в принципе, тоже важна и очень много объясняет, в том числе, поведение Дайш в этом регионе. Ну, и последняя экспедиция – это история материальной культуры РАН государства Эрмитажа 16-19 годов. Отмечу, что это специалисты были не только из Института истории Эрмитажа, были также из Русского географического общества и ряда других организаций, которых можно просто перечислять в подобном списке. Но в основном, приостепенная роль отводилась именно из Института истории материальной культуры РАН и государства Эрмитажа. Собственно, я перейду к обзору моих основных источников, вы видите их на слайде. Прежде всего, это публикация Императорской академии наук. Это непосредственно касается первых двух экспедиций. Известие Русского археологического института касается второй. Работы Ильи Шламоновича Шифмана и Михаила Борисовича Чепиатровского. Они в целом достаточно такие обзорные, и именно касаются исследования самих археологических материалов и, прежде всего, письменных памятников. Ну, и далее следует публикация Русского географического общества и императорского православного политинского общества, как дореволюционных, так и современных. И, соответственно, современные публикации. Это публикация Института истории материальной культуры РАН и публикация современных российских и сирийских СМИ о последних двух экспедиций 16-19-х годов и связанных с тем самым событий. Собственно, почему Пальмира очень важна? Пальмира важна тем, что она находится на залегании достаточно большого, крупного массива сернистых фосфатов. И именно в этом регионе первенство обнаружения фосфатных месторождений относится к советской стороне. Они были обнаружены во время экспедиции Александра Леонидовича Яковлева, Яншина, в том числе, который был выдающимся геологом и вице-президентом Академии наук СССР. И помимо этого он также находил на этой территории, возможно, алмазную трубку, которую до сих пор не разработали. Но можем сказать, что на территории непосредственно под древним городом находятся крупные фосфатные заложения. Фосфаты, помимо того, что они важны в производстве минеральных удобрений, могут при должной обработке получать необходимый для обогащенный уран, который может пойти на производство посредственно ядерного оружия. То есть очищенный уран из фосфатов намного проще и больше получить, чем, допустим, из золота. Собственно говоря, о ДАИШ, о том, что ДАИШ контролировали по миру с середины мая 2015 по март 2016 года и потом с декабря 2016 по март 2017 года. И непосредственно в эти периоды были разрушены в основном наиболее сохранившиеся образцы историко-культурного наследия подмира, прежде всего, это гермофальная арка, которую мы все знаем по учебнику истории за пятый класс, тетропилон, храмы Баала и Баала Шимина, а также ряд арамейских подземных и бажных храмниц. Помимо этого, были повреждена крепость друсского эмира Фахарадина II, относящаяся к XIX веке. И непосредственно говоря уже о первой экспедиции Семена Семеновича Абумалека Лазарева, мы должны сказать, что он был археологов-любителем, но тем не менее достаточно важным представителем общественности в Российской империи, который занимался популяризацией археологии, изучением Древнего Востока. И с его деятельностью связано проведение первой частной экспедиции на территории Пальмира, но она была частью достаточно большой его экспедиции 1981-1982 года, которая помимо Пальмира застрадивала еще изучение окрестностей Иерусалима, Галилея и Дамаска. То есть на территории Пальмира он находился в достаточно ограниченный период времени, где-то с 14 по 30 марта 1872 года. Во время непосредственного нахождения в Эль-Кариатене он находит случайно совершенно стелу, содержащую пальмирский тампоследствия, известную как пальмирский тампошенный тариф. То есть это памятник на арамейском пальмирском языке, относящийся к Второму веку. То, да, до нашей эры. По его характеристике могу сказать, что он написан, опять же, на мальпирском диалекте арамейского языка квадратичным письмом и помимо этого содержит, помимо того, что на арамейском пальмирском, также еще на греческом. И те утерянные, допустим, данные, которые есть на одном сколе и на другом сколе, если они, опять же, утеряны, то можем восстановить по параллельному переводу. Ну и также можем ответить, что главная характеристика арамейского пальмирского в том, что в нем очень большой пласт именно греческой лексики. Вторая экспедиция Русского археологического института – это уже более централизованная экспедиция, она относится к 1900 году. Подготовка начиналась еще в 1898-1999 годах, опять же, при посредничестве Семена Семеновича Бамиляка Лазарева, при его, в том числе, непосредственном финансировании. Но здесь она больше связана с Павлом Константиновичем Ковцовым, опять же знаменитым ассириологом, симметологом и переводчиком рядом пальмирских письменных памятников. Ну, помимо этого, здесь мы можем отметить, что следованием пальмирам также тоже во время этой экспедиции занимался лично Борис Владимирович Формаковский, описавший ряд пальмирских некрополей и установивший в том числе ряд археологических, именно архитектурных особенностей этих памятников, в отличие от других образцов эллинистической архитектуры. Но здесь мы тоже должны отметить, что здесь именно пальмирская составляющая была часть, опять же, большой библиотской археологии, непосредственно, в том числе, только Пальмира, она не ставила пересылать цель. Здесь было именно повесенных памятников, именно начало нашей эры, непосредственно потом подготовка над их переводом. И здесь еще было очень важно, что Русскому археологическому институту удалось к 1904 году получить разрешение от османского халифа, султана, на перевозку пальмирского таможенного тарифа для его исследования в Санкт-Петербург. То есть, ну, правда, здесь стоит отметить, что во время его перевозки он пострадал во время разгрузки в Одесском порту. Ну, и по-тому он достаточно благополучно доехал до Санкт-Петербурга и так до сих пор, с 1904 года хранится в Эрмитаже. Собственно, здесь вы можете видеть непосредственно сам, по-моему, фотографию пальмирского таможенного тарифа. Вот он, вот именно здесь образцы, видите, здесь образцы арамейского письма, начало, вот, условно говоря, колофона на греческом, там словословие, не помню, честно, какого царя, вот здесь непосредственно перевод того же самого, что написано вот здесь на греческий язык. Ну, то есть вот здесь, здесь вот именно арамейское и греческое. Вот. И уже говоря о советских экспедициях, у нас была и за этот период, хоть и достаточно тесной связи с социалистическими арабскими странами, непосредственно экспедиции на территорию их было только в Йемене, это, опять же, комплексная советско-йеменская и греческая экспедиция на территории Сирии, Алжира и других стран, они не проводились, или именно, то есть непосредственно экономическое, и, ну, военное сотрудничество, в редких случаях, опять же, как я упомянул экспедицию, Яншина, это и то, что геологическая разведка. Ну, и помимо этого, еще в Сирии велась разведка местности под мелиорацию в долине Ифрата. Ну, и на этом, собственно, было все. Все вот именно логические изыскания, они и заканчивались, к сожалению. В 16-м году после первого освобождения Пальмиры была организована первая комплексная российская экспедиция на территорию этого историко-культурного памятника. Однако мы должны отметить, что разговоры именно в научной среде, в среде археологов об этой экспедиции еще велись с 2014 года, но все ждали, опять же, полного освобождения города, опять же, города, местные, не входили к сопутствующей местности. И здесь, опять же, нашими экспертами был подготовлен проект по выставлению комплекса. Также впоследствии при помощи военных инженеров была проведена графическая разведка местности, аэрофотосъемка всех необходимых объектов, а также предварительная оценка повреждений. Следующая экспедиция, она уже относится к 19-му году, когда уже полностью был освобожден Пальмир, и вот вся территория Мухафазата-Хомс от террористов. Здесь мы должны отметить, что нашими специалистами, в том числе архитектурным бюро Максима Борисовича Таянца, тоже петербургского, был составлен полный 3D-макет комплекса. То есть все полностью, и храм Баал-Шемины, и Баала, Триумфальная архитекта и так далее. Была окончательно проведена оценка повреждений, и также в 19-м году был определён проект первого папника, который будет восстанавливаться непосредственно. То есть это первое, первым было достигнуто соглашение о восстановлении Триумфальной арки, которое было определено, что 40% под конструкцией арки сохранились лучше всего, 16% полностью уничтожены, а оставшаяся часть просто рухнула, но может быть использована при восстановлении. Другим папником, который после восстановления Триумфальной арки возможно будет заниматься наши специалисты, это колонна Дзиноби, которая просто раскололась на части. Храм Баал-Шемина на самом деле находится в чудовищном состоянии, к сожалению. Он есть необходима, опять же, приведённая 3D-модель, трендерная полностью, но пока что из-за нехватки финансирования и, опять же, нехватки специалистов, проект пока что оставлен на дальнейшие годы. Отмечу, что в 2011 году было подписано решение о восстановлении арки, а в марте 2022 года между Институтом Министеральной культуры РАН и Генеральной дирекцией древности и музея в Сирии было заключён соответствующий договор. 11 ноября этого года была также подготовлена конференция здесь же в Петербурге. Касательно технических вопросов восстановления Триумфальной арки, но, опять же, было выделено очень ряд технических проблем, нехватки финансирования и выставления именно этого памятника, а также сбегаются на пути обозримый, но тем не менее дальний период. В целом, я выделил всё, что хотел сказать. Благодарю огромное за внимание, готов ответить на все вопросы и замечания. Спасибо большое. Вопрос от Дмитрия Сергеевича Полякова. Да, Иван, большое спасибо за такой обстоятельный доклад. Очень рад тебя видеть на этом мероприятии. Я чуть-чуть просто дополнить хотел про советскую часть. На самом деле была археологическая миссия, она была с 1988 года как раз масштабная, к тому же, советско-археологическая экспедиция под руководством Рауфа Магомедовича Мунчаева, и она перебралась туда из-за Ирака. То есть экспедиция Института археологии СССР как раз и много чего они изучили. То есть не только геологически, они всё равно археологией тоже занимались. И было у нас присутствие археологической в Сирии во время Советского Союза. Спасибо. Хорошо. Ну и так же, я просто не стал его выделять, потому что я знаю, что они сильно занимались из Ирака, именно непосредственно, которые были нацелены исключительно на Сирию изначально по проекту. Ну, в любом случае, спасибо за внимание. Хотел об этом также рассказать, но просто иначе бы времени не хватило, чтобы всё рассказывать. Спасибо. Хорошо, что у нас есть здесь комментариев и вопросов. Когда вы можете к этому вернуться? Пожалуйста, коллеги, будут ещё вопросы? Комментарии, возможно. Пока все думают. Иван, у меня один большой вопрос есть. Как вы оцениваете, если мы возьмём в более глобальном масштабе российское участие в восстановлении Сирии? Насколько перспективно вы видите участие России именно в археологических проектах? Вы уже в конце доклада затронули проблему участия в дальнейшем восстановлении исторических памятников. На сегодняшний день, да, учитывая все сложности с этим связанными, насколько перспективно вы это видите? Тут большая проблема в том, что, условно говоря, на официальном уровне существует такой негласный сопрец со стороны американской страны о сотрудничестве с российскими миссиями на территории, даже гуманитарной миссии на территории Сирии. Наши эксперты, как мне в том числе Максим Борисович рассказывал, пытаются подключить сотрудничество по линии тех стран, которые уже непосредственно до этого более хорошо ушёл, знакомы с материалом, с регионом. Опять же, это польские экспедиции, британские, французские. То, что делать совместные экологические исследования в этом регионе, ввести дальнейшую... оцифровку пабельников и так далее, и так далее, но не получается. Поэтому, опять же, россияне вместе с сирийцами остаются в одиночестве практически. То есть, проблема больше в основном в том, что первых сирийцы не выделяют финансированию и ждут, что Российская Федерация полностью оплатит. Но и наши также не спешат, потому что это требует очень больших флебо-денежных вливаний. То есть, не у института истории мировой культуры, материальной культуры, не у старших терминтажа. Просто нет такого финансирования, чтобы полностью оплатить в восстановление храма Баал-Шимина. Потому что есть специалисты, но их сил не хватит. То есть, должны быть сотни специалистов, которые могли бы установить тот же самый храм Баал-Шимина. На Триумфальную арку необходимо, что специалистов есть, они этим занимаются. Но тут именно самих, в том числе, сирийских членов экспедиции, их также не очень много. То есть, проблема в кадрах и финансирование, так бы, опять же, более, в том числе политическая, она на это есть. Спасибо большое. Кажется, Василий Александрович, тут же вопрос хочется дать, пожалуйста. Спасибо большое, Иван. У меня не вопрос, у меня очень короткий комментарий, очень интересный сюжет сам по себе. Но мне кажется, что он вписывается в более широкий сюжет, который, по-моему, вообще я не видел, чтобы у нас кто-то по этому поводу писал. Это сюжет связан с научной дипломацией в России. Российской, не в России, а в российской. И вот эти экспедиции, потому что, если мы посмотрим на географию российских экспедиций, я не занимался вообще экспедициями. Ну, например, экспедиции даже там института востоковедения. У нас их там сейчас, не знаю, 10-15 штук где-то разных. И что интересно, это Сирия, подводная археология в Тартусе, это Йемен, это Сокотра, сокотритские исследования, это Судан, археология, это Египет, археология, это Центральная Азия, мне кажется, Таджикистан, это Мали, это Ирак. Спасибо, да. Ирак вместе там с питерской командой мы идем. И вот это, ну и там ряд каких-то еще, которые я сейчас уже не вспомню, что, естественно, я больше гораздо обращаю внимание на Ближний Восток. Смотрите, у нас экспедиции работают в самых сложных с точки зрения безопасности и политики регионах. И это становится таким, это не только трудности создать для работы, но это становится, мне кажется, довольно значимым фактором российского гуманитарного и интеллектуального присутствия. Потому что это не только сохранение и охрана объектов культурного наследия, исторического наследия, но это и в случае, если это долгая работа ведется, то это может становиться важным фактором развития и образования и науки самих этих принимающих государств. Потому что ты же там работаешь с кем-то, да, ты их вовлекаешь в свою деятельность. И мне кажется, это довольно существенно. Это могло бы быть вам, если вы будете продолжать заниматься этим сюжетом, то мне кажется, это могло бы стать очень любопытной такой темой для исследования и очень перспективной темой. Обратите внимание, что в Йемене, например, кроме российской экспедиции, все остальные прекратили свою работу. Ну, в Сирии по понятным причинам тоже большинство прекратило свою работу. В Ираке, ну, наверное, американцы работают, я так предполагаю, не знаю. Ну, наверное. Вот. Еще Ливия у нас еще остается. В Ливию надо тоже археологов отправить, что-нибудь там в песке поковыряться. Ладно, спасибо. Вот только единственное, что я хотел бы рассказать. Опять же, из первых рук, касательно наших экспедиций в Судане и в Ираке. В Судане такая проблема, что наши работают на очень неудобном объекте, потому что тот участок, который наиболее перспективный, он занят поляками. И поляки вообще не хотят именно делиться. То есть, в том числе, не наработками, не именно какие-то... То есть, они готовы в том, что кто-то будет из наших работать именно непосредственно в их экспедиции. Но именно непосредственно сотрудничество, именно, опять же, будет независимо российская экспедиция, польская, они вместе бы сотрудничали. Такого нет, они на это не согласны. А с Ираком, вот опять же, то, что я и слышал из этих восстанавливаний восточных рукописей, мне надо сказать, что у нас была последняя экспедиция в Басру. Там разбирали архив семьи, который собирался на протяжении последних 700 лет. Мы сейчас его разбираем. Там, по-моему, пять человек было, что ли, только ехало, потому что финансирования больше не было. Спасибо большое. Коллеги, есть ли еще вопросы или комментарии? Если нет, то я еще раз хочу поблагодарить Ивана Романовича за очень интересный докопат. Ивана Романовича за очень интересный докопат.